Привет, друзья! Вы на канале о моде и стиле. Соня и Киршин. Спасибо, что выбрали посмотреть именно это видео. Сегодняшнее видео это осенний лукбук. Сегодня хочу поговорить о стиле богемианшик и о том, как можно носить его осенью и зимой. Еще я покажу вам, как свои любимые платья можно включать в осенние и даже зимние образы. Мы немного поговорим сегодня об универсальных платьях, о сочетаниях принтов. И если вы смотрели мое предыдущее видео, которое я полностью посвятила обзору весенне-летних коллекций, то вы точно будете знать, что все то, о чем мы сегодня говорим, очень актуально. А если вы не смотрели предыдущее видео, то ссылку на него ставлю, конечно, в инфобокс. Обязательно посмотрите. И если вам интересно это видео, конечно, продолжайте его смотреть. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте этому видео огромный лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео по понедельникам и четвергам на моем канале. Первый образ, о котором я хочу поговорить, это образ со шляпой. Я знаю, что отношение к шляпам у моих зрителей неоднозначное. И у моих читателей, читателей моего блога тоже неоднозначное. Кому-то очень это подходит, кому-то очень это нравится, кому-то это абсолютно не подходит и совершенно не нравится. Но когда речь заходит о стиле Bohemian Chic, я всегда вспоминаю про свою вот эту шляпу. И это, наверное, не считая мои летние шляпы с очень широкими полями, это самая широкополая зимняя шляпа, которая у меня есть. Я купила ее несколько лет назад на Asos, включая в образы Bohemian Chic, куда она вписывается просто идеально. Вот как-то так. На моем канале уже есть два видео, посвященных стилю Bohemian Chic. И одно из них я снимаю в этой шляпе. Кстати говоря, сочетать шляпу в зимних образах не так сложно. Она сочетается и с брюками, и с джинсами, и с длинными юбками, и с короткими юбками, и с длинными платьями, и с короткими платьями. Главное, чтобы это не были слишком формальные образы, и главное, чтобы они не были перегружены слишком большим количеством аксессуаров, украшений. Я не знаю, как вы относитесь к шляпам, но лично я их очень люблю. Это тот аксессуар, который делает образ особенным. Единственный нюанс, на который стоит обратить внимание при выборе шляпы, я не имею в виду сейчас пляжную шляпу, а шляпу, которую вы будете носить летом, зимой в городе, это ширина полей шляпы. Ширина полей не должна превышать ширину ваших плеч, иначе у вас будет вид грибочка. Ну, на мой взгляд, у меня достаточно широкие плечи, поэтому я вполне выдерживаю вот эту широкополую шляпу. Первый образ, который я составила, это также еще и сочетание принтов. У меня есть вот такая юбка. Эту юбку сшила я сама для себя. Конечно же, она уже включает в себя 1, 2, 3, 4 текстиля, и вот это массивное кружево. И я взяла вот эту майку из хлопка. Это коллаборация RDM и H&M. На мой взгляд, смотрится очень выигрышно вместе. Кстати, оба принта, доминантных принта в этих вещах, это принты на черном фоне, что и позволяет им встретиться в одном образе. К этому комплекту я добавила зимнюю куртку. Вот такую зимнюю куртку. Это искусственный мех. Этой куртке достаточно много лет. Я даже боюсь сказать вам, что ей, по-моему, около, как минимум, 10 лет. Здесь красивая вышивка на воротнике, и по форме это напоминает бомбер. В общем, вот такой у меня получился достаточно сложный первый комплект. Давайте смотреть и пишите мне в комментариях, что вы думаете. Субтитры сделал DimaTorzok Второй образ – это тоже образ, основанный на сочетании принтов. Я беру ту же самую майку RDM и H&M, надеваю поверх вот это платье. И, честно говоря, принты практически сливаются в этом случае, потому что фон принтов черный, а размер принта очень идентичный. И даже цветовое решение принтов очень идентичное в этих двух вещах. И это прекрасная возможность носить свое любимое платье осенью и зимой. Поверх вы можете надеть кардиган практически любого цвета. Вы можете надеть сверху также дубленку любого цвета на самом деле, потому что цветочные принты на черном фоне сочетаются значительно с большим количеством вещей и цветов, чем цветочные принты на любом другом фоне. Об этом я уже говорила в своем видео, посвященном полностью цветочным принтам. Это видео, где есть целых 12 образов с платьями, с цветочным принтом. Ссылку на него оставляю в инфобоксе. И сверху я надела вот этот замшевый жакет H&M Premium Quality. Бесподобного качества замша. Я думаю, что показывала вам этот жакет в одном из своих предыдущих видео. В движении это, конечно, выглядит все бесподобно. Это платье универсальное. И сейчас я расскажу вам, почему я так считаю. Купила я его очень много лет назад и носила его, когда была беременная. Носила его летом и зимой. Плюс 2-3 килограмма, минус 2-3 килограмма. Оно по-прежнему остается платьем, которое можно надеть всегда с удовольствием. Есть несколько нюансов, которые делают вещи, которые делают платья уникальными. В этом случае первая вещь это материал, из которого изготовлено платье. В данном случае это шелк. Шелк уместен во все времена года. И во все времена года он одинаково комфортен. Второй момент это цветочный принт. Цветочный принт тоже всегда будет актуален. Я не раз вам об этом рассказывала в своих видео. В этом случае цветочный принт имеет такой универсальный размер. Он не слишком мелкий, от которого рябило бы в глазах. И не слишком крупный, чтобы отвлекать внимание от всех других деталей вашего образа. Он очень спокойных, нейтральных цветов. Сейчас в свете тренда платочного принта это платье стало по-настоящему актуальным. Если вам интересна тема универсального платья, я могу сделать для вас целое видео, посвященное универсальным платьям с подборкой. Конечно же с подборкой таких платьев в конце. Так что обязательно дайте мне знать в комментариях, нравится ли вам такая идея. Ну а теперь давайте смотреть, что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Третий образ я построила на бежевых оттенках, на бежевых цветах. Во-первых, потому что сама их люблю. Во-вторых, потому что это цвета относительно нейтральные и очень легко вписывающиеся в любые стили, в любые обстоятельства и подходящие всем женщинам. Основа этого образа платье, в котором я снимала предыдущее видео, не буду долго на нем останавливаться. Это платье, которое сделано из ткани с текстурой замши. На это платье я надела пальто. Это пальто, которое я купила в Милане. Итальянский бренд Morello. Сделано оно исключительно качественно. Это жаккардовая ткань и легкий подклад. Пальто приталенное. И я добавила к этому образу еще одну уникальную вещь. Вот эту сумку. Я вам ее показывала в одном из предыдущих видео. Я обещала вам показать, как я хочу включать ее в свои зимние образы. Эта сумка сделана из чистого льна. И она смотрится здесь по-настоящему уникально и интересно. Давайте смотреть, что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Четвертый образ в этом видео самый неоднозначный. И я уже предвижу вашу критику. Но знаете, что я думаю? Если вы не согласны с тем, что это сочетается, обязательно пишите мне об этом. Это прекрасная тема для дискуссий. Тем не менее, я хочу напомнить, что о вкусах не спорят. И вот, что я сложила для четвертого образа. Это две вещи с бахромой. В принципе, две вещи с бахромой это достаточно сложное сочетание для одного образа. Почему эти вещи я все-таки сложила вместе в один образ? Дело в том, что обе вещи выполнены из замши. Это имитация замши, а это натуральная замша. Эту майку сделала я... Нет, это не майка. Этот топ сделала я сама для себя. Ношу его не часто. Ну, потому что стилистика у него очень специфическая. Эта вещь может вписаться и в ковбойский стиль, и в вестерн стиль, и в этнический стиль. А сегодня я покажу, как вписала ее в стиль богемиан шик. Черный цвет и коричневый цвет. Сочетание само по себе мрачноватое. Но выглядят они вместе достаточно элегантно. Юбка имеет такую очень благородную длину миди. И сверху я надела очень объемный бомбер. Прекрасный жаккардовый бомбер. Я нашла в коллекции Free People. И купила его с очень значительной искуской. Вот, кстати говоря, так даже тоже красиво с этим платьем. Вау, с этим платьем тоже получился классный образ. Очень люблю этот бренд. Его стиль это богемиан шик. И они делают массу интересных вещей. Сумок, обуви из натуральной кожи, аксессуаров, нижнего белья. Полная его цена 130 долларов. Я купила его за 40 долларов. Смотрите, что получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пятый образ это образ с вышивкой. Вообще трудно говорить о стиле богемиан шик, если не упоминать ни разу вышивку. Она будет в тех или иных интерпретациях присутствовать в стиле богемиан шик всегда. В пятом образе я использовала вот такое синее платье. Достаточно закрытое платье. С верхней прозрачной кокеткой круглой. Полное ощущение замкнутости, закрытости. Но, тем не менее, я добавила к нему вот это кимоно Шейн. Купила его совсем недавно. Специально, кстати говоря, для этого видео. Качественная вышивка. А сетка, сама по себе сетка, очень легкая и прозрачная. Я добавила к этому образу очень интересные вот такие ботильоны. Они на шнуровке и они трехцветные. Эти ботильоны полностью кожаные. С ними связаны очень приятные воспоминания. Когда-то, будучи в путешествии в Чехии, я их купила. Надеваю их не очень часто, но с большим удовольствием. И к этому образу мне очень захотелось добавить свою сумку. Свою новую сумку. Вот эту сумочку. И чего-то здесь не хватало. А чего именно, вы увидите через минуту. И обязательно напишите мне, что... Что это такое? Это не подходит. Это ужасно. А может быть и не напишите. Давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще один момент, который мне хотелось бы подчеркнуть. Обратите внимание, что все эти образы содержат в себе не только вещи из масс-маркета. Каждый из образов содержит какую-то вещь. Или дизайнерскую, или моего производства. Ну, я тоже дизайнер, конечно. В первом образе такой вещью является юбка. Эту юбку я сшила сама. Второй образ, он такой, немного более урбанистический. Это сочетание платья и майки. Но сюда я включила обувь. Соня Рикель. Третий образ, это платье, которое я шила сама. То есть дизайнерское платье. Или опять-таки вещь вашего исполнения это может быть. И здесь еще вот эта сумка. Четвертый образ, это сочетание черного с коричневым. И здесь есть вот этот замшевый топ, который сделала я. Это дизайнерская вещь в этом образе. А в пятом образе, это опять мы возвращаемся вот к этой сумке. Что я хочу всем этим сказать? Для того, чтобы составить по-настоящему интересные и уникальные образы, вещи должны быть из разных источников. Да, это могут быть обязательно вещи из масс-маркета. Это базовые, простые, удобные, комфортные, недорогие. В качестве приправы к этому вы можете использовать дизайнерские вещи. Это могут быть аксессуары или сама одежда на ваше усмотрение. И все зависит, конечно, от ваших финансовых возможностей. Это могут быть прекрасные, уникальные вещи из секонд-хендов. О секонд-хендах я уже делала видео. И ссылку на него тоже оставляю в инфобокс. Обязательно посмотрите его и рассмотрите эту опцию для себя. И это могут быть вещи, которые вы позаимствовали у мамы, у бабушки. Но все вместе желательно, чтобы это не был тот аллук из 50-х, 60-х или 70-х годов. Тогда это может просто выглядеть как анахронизм, а не как уникальный интересный образ. Если вы увлекаетесь винтажом, если вы увлекаетесь секонд-хендами, обязательно включайте свои образы. Что-то трендовое, что-то современное, как, например, эта поясная сумка в последнем образе, чтобы сделать их относящимися все-таки к сегодняшнему дню, к сегодняшней моде. Друзья, это все, что я хотела рассказать вам в сегодняшнем видео. Надеюсь, я сумела вас вдохновить. И вы будете, как и я, носить свои любимые платья осенью и зимой. Тоже будете включать их в образы Богеми Аншик, актуальные во все времена. Если вам понравилось это видео, конечно, ставьте ему большой лайк. Не забывайте подписываться на канал и не пропустите следующее интересное видео. Заглядывайте в инфобокс, там подборка верхней зимней одежды. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»